От работы российских железных дорог напрямую зависят не только перспективы дальнейшего роста отечественной экономики, но также способность государства эффективно выполнять такие важные функции, как защита национального суверенитета и безопасности страны, сохранение единого социально-экономического пространства, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, включая право на свободу передвижения. Президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Основные экономические параметры стратегии 2030. Максимальный вариант реализации стратегии 2030, ориентированный на достижение инновационного сценария развития России, предполагает объем инвестиций в развитие железнодорожного транспорта в размере 13,7 трлн рублей. Стратегия 2030 будет реализована в два этапа. Первый закончится в 2015 году. За это время пройдет коренная модернизация железнодорожного транспорта. К 2015 году планируется построить свыше 6400 километров новых железнодорожных линий, в том числе начато строительство линий высокоскоростного пассажирского движения. Хронологические рамки второго этапа – 2016-2030 годы. За это время будут построены стратегические, социально значимые и грузообразующие линии общей протяженностью 15800 километров. В результате реализации стратегии 2030 Россия получит современный железнодорожный транспорт. К 2030 году плотность железнодорожной сети увеличится почти на 24% при полной ликвидации ограничений ее пропускной способности. Грузооборот возрастет в 1,7 раза. Скорость доставки грузов в среднем повысится на 26%, а контейнеров – в 3,7 раза. Экспорт транспортных услуг за счет роста транзитных перевозок возрастет более чем в 3,6 раза. Пассажирооборот вырастет на 30%. Со строительством линий скоростного и высокоскоростного движения компания выйдет на новое качество пассажирских перевозок. Из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет добраться за 2,5 часа. На юг России – за 15 часов. Скоростное и высокоскоростное сообщение будет развиваться также в регионах Поволжья, Центральной Сибири и Дальнего Востока. Рынок железнодорожного машиностроения. Развитие предприятий, производителей железнодорожного подвижного состава является обязательным условием реализации стратегии 2030. К 2015 году в РЖД не останется старого подвижного состава. Общая сумма инвестиций в обновление подвижного состава оценивается в 4 триллиона рублей. Компания полностью обновит подвижной состав и инфраструктуру. Будет закуплено 23 397 новых локомотивов, 996 тысяч грузовых и 29 тысяч пассажирских вагонов. Развитие основных грузопотоков. Расширение железнодорожной сети грузовых перевозок. Стратегия 2030 предусматривает масштабную реконструкцию действующих линий для ликвидации ограничений и узких мест, в том числе строительство вторых, третьих и четвертых путей, развитие грузовых станций и узлов. В соответствии с максимальным вариантом реализации стратегии 2030 всего предполагается построить 20 550 километров новых железнодорожных линий. Развитие конкуренции на рынке грузовых перевозок. За последние 4 года частный парк грузовых вагонов увеличился со 191 тысячи единиц до 322 тысяч единиц и составляет на начало 2008 года 34% от общей численности вагонного парка в стране. Ежегодно в обновление парка грузовых вагонов привлекается более 15 миллиардов рублей частных инвестиций. В настоящее время ведущими операторами на рынке контейнерных перевозок являются компании «Трансконтейнер», дочерняя компания ООО «РЖД» занимает до 65% рынка, а также «Зао Русская Тройка», Дальневосточная транспортная группа, группа «Евросип», компания «ФЕ Транс», «Модуль». Выгоды грузоотправителей от реализации стратегии 2030. Стратегия 2030 предусматривает железнодорожный подход по крайней мере к 25 перспективным неразработанным месторождениям полезных ископаемых. План строительства более 20 тысяч километров новых железнодорожных линий в полной мере решает вопрос развития географической доступности производств и рынков сбыта. Согласно ориентирам стратегии 2030, надежность доставки, то есть доля вовремя отправляемых и доставляемых грузов, должна быть доведена до 97%. Сейчас она составляет порядка 90%. Развитие международных транзитных коридоров. Для повышения конкурента способности железнодорожного транспорта на период до 2030 года предусматривается развитие международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг». Углубление сотрудничества с крупнейшими международными транспортными компаниями. Приоритетное развитие партнерства со странами стандарта железнодорожной колеи 1520 мм. Реализация стратегии 2030 приведет к кардинальным изменениям в мировых торговых связях евроазиатского, азиатско-тихоокеанского и североамериканского регионов, для которых Россия станет основным транзитным путем. Пассажирские перевозки. Перспективы развития пассажирских перевозок до 2030 года. Согласно стратегии 2030, пассажирский комплекс должен превратиться в доходный сегмент бизнеса железных дорог, а пассажирооборот вырасти в 1,3 раза. Ожидаемые результаты развития пассажирского комплекса на период до 2030 года. Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, обеспечивающих регулярное движение пассажирских поездов. С максимальной скоростью 160 км в час и выше – 10887 км. С максимальной скоростью до 350 км в час – 1528 км. Количество субъектов Российской Федерации, обслуживаемых железнодорожным транспортом общего пользования – 83. Модернизация подвижного пассажирского состава. Для решения проблемы старения вагонного парка УАО «РЖД» активно идет по пути создания отраслевых союзов с машиностроительными предприятиями и привлечения инвестиций в научные разработки. Так, между УАО «РЖД» и «ЗАО «Трансмашхолдинг» подписан контракт на разработку и поставку 806 локомотивов четырех принципиально новых модификаций до 2015 года. Для обновления подвижного состава компания заключила договоры с рядом крупнейших зарубежных компаний в области транспортного машиностроения. В 2007 году УАО «РЖД» и немецкая компания «Сименс» подписали контракт на поставку и техническое обслуживание восьми высокоскоростных поездов. По итогам международного конкурса по приобретению поездов для участка Санкт-Петербург-Хельсинки в 2007 году УАО «РЖД» и французская корпорация «Альстам» подписали контракт на поставку четырех поездов серии «Пендолина». Кроме того, «Альстам» готов к полной передаче России технологий строительства высокоскоростных поездов. Приоритетным направлением программы обновления парка пассажирских вагонов является строительство двухэтажных вагонов. Серийное производство двухэтажных вагонов предполагается начать в России в 2011 году. Средства для реализации стратегии 2030 Почти 42% средств, необходимых для реализации всех проектов, УАО «РЖД» заработает самостоятельно. Около 20% инвестирует государство. Приблизительно 33% средств должны сгенерировать частные инвесторы. Еще 5% требуемых инвестиций могут выделить бюджеты субъектов Российской Федерации. Инвестиции планируется распределить следующим образом. 40% пойдет на строительство новых железнодорожных линий, 31% на развитие существующих объектов инфраструктуры, 29% на обновление подвижного состава. Активное развитие железнодорожного транспорта – необходимое условие для обеспечения перехода отечественной экономики к инновационному пути развития, повышения ее конкурентоспособности и укрепления экономической безопасности Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok